В год культуры картину в подарок. В областном художественном музее состоялась необычная акция. Все желающие могли приобрести любую из представленных на выставке работ и передать ее в фонд музея. А выбрать было из чего. Телекомпания Арктик ТВ не осталась в стороне, хотя определиться с подарком оказалось непросто. Талантливому творцу инструмент не важен. Создать шедевр можно и с помощью гелевой ручки. А вот зрителю потом мучиться. Холст или бумага, пастель или графика, масло или акварель. Чтобы выбрать картину из такого многообразия, требуется немало времени и терпения. Сколько много народа есть, столько должно быть разнообразных художников, для того, чтобы у каждого зрителя был свой автор. Я имею в виду не тот, которого вы любите как человека, а как автора, как художника, который именно работает в таком ключе. И, конечно, мы не можем быть похожи друг на друга. Вот посмотрите, какой разброс художники, закончившие художественные институты, учебные заведения. Это же по всей России. На выставке не только полотна известных мурманских художников, но и начинающих. Свою работу каждый оценивал сам. И хотя стоимость некоторых достигает 100 тысяч рублей, картины на радость организаторам разбирают быстро. Эксперимент удался. И если институт меценатства достаточно развит в Москве, в Санкт-Петербурге, то я думаю, что и Мурманская область тоже, с учетом большого количества и больших промышленных предприятий, и предпринимателей, и промышленников среднего звена, и малого бизнеса, тоже, наверное, можно говорить. После долгого спора наша съемочная группа, наконец, определяется с выбором. Скромный вклад в фонды музея – три картины, среди которых «Саамка» молодой художницы Вероники Волокжанниковой. Кстати, все ее работы разошлись одними из первых. Быть может, именно эти полотна привлекут в музей новых посетителей. И все больше мурманщан предпочтут культурный досуг сиденью перед телевизором.